БУДНИЙ ВЕЧЕР НА РАДИО РОССИИ, КАРЕЛИЯ Сегодня у нас в студии поэт Николай Почтовалов. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, даже говорить ничего не буду. Начинайте! Сегодня такое решение возникло, чтобы прочесть свой венок санетов под названием «Начало», а потом стихи некоторых региональных поэтов, потому что я открыл YouTube-канал, на котором читаю по три, по четыре стихотворения каждого русского поэта, начиная с XVIII века и по наши дни. Но упор делаю на региональных поэтов, которых мало кто вообще знает, по всей видимости, потому что поэтов у нас в России очень много и очень хороших. А можно я вот… Я понимаю, что не все филологи у приемников. Венок санетов – что это такое? Венок санетов – это такая форма, она зародилась еще… Впервые появилось понятие санет в Италии. Я и взял самую сложную форму итальянскую. Венок санетов – это… У него есть магистрал. Это санет, который состоит из двух четверостишей и двух трех стишей. Так вот, магистрал дает направление возникновению вообще всего венка. Их дальше будет 14 санетов. Первая строка первого санета начинается с первой строки магистрала, заканчивается второй строкой магистрала. Второй санет начинается со второй строки и заканчивается третьей. Ну и так далее. Понятно. То есть, ну, сложнейшая форма, тем более и рифм там очень много повторяющихся, нужно где-то их выискивать, эти рифмы. Но давайте начнем. Почему начало? Потому что мы же все задумываемся о своем начале, о личном. Где, как, семья, откуда, кто дал толчок, чтобы родился, в конце концов, в этой цепочке и я тоже в этой жизни. Вот такой венок санетов. Начнем с магистрала. Прости меня за все, мое начало. Так связан с прошлым я незримым чатом. Судьба всегда с началом жизнь сличала, Хотя пружина времени разжата. Лечу куда-то, в небе нет причала, Куда бредут рассветы и закаты. Не божьим словом жизнь меня встречала. Мы все у Бога не друзья, солдаты. Никто не знает быть какой дороги Холодный ветер сдует в одночасье. Что он запишет, мой внештатный блогер? Какие будут в этой жизни страсти? Начало можно встретить только в Боге. Быть заодно с началом – это счастье. Санет первый начинается с первой строки. Прости меня за все, мое начало. Мне кажется, что жизнь пока на взлете. И есть всегда хоть чуточку запала. И воздух сух, и для полета плотен рассвет в окно. Есть время до финала. Но каждый день сегодня на учете. Жизнь не встречала до сих пор нахала, Который с ней уже почти в расчете. Бессонны ночи, дни неутомимы И гонят время стрелки циферблата. Но мы судьбой не в никуда гонимы. Живу, как прежде, в чем-то виноватым, Не виноватым быть, и счастье мимо. Так связан с прошлым я незримым чатом. Санет второй. Так связан с прошлым я незримым чатом, Что мысль, пугая, очень часто гложет. Мой предок из такого невозврата, И мы с ним не во всем всегда похожи, А непохожесть ревностью чревата. Судьба не даром по старинке строжит. Так хочется без спроса быть крылатым. А быть крылатым ведь не каждый может. Как эта жизнь настерно-тороплива. Не помню, что цыганка нагадала, Но хочется быть вежливо пытливым. Не на пеньке под гул лесоповала, И быть совсем не мальчиком сопливым. Судьба всегда с началом жизнь слечала. Санет третий. Судьба всегда с началом жизнь слечала. Начало есть, но там, за кромкой века. Я помню, бабушка всегда ворчала, Быть надо только честным человеком. Но день за днем судьба провинциала в глубинке, Как любого имя река, Мне на вопросы жизнь не отвечала. Не выдавала за вопрос мой чека. В рассветном мареве полоска света Краснеет даль, А там, вдали, расплата. Есть песня, что пока никем не спета, Душа есть, что на выдумке богата. Она началом может быть согрета, Хотя пружина времени разжата. Санет четвертый. Хотя пружина времени разжата, Хотелось помнить. Но удача мимо. Я выпал неожиданно из чата. Наверное, дождь воспоминания вымыл Пространство жизни так замысловато, Что, кажется, оно непроходимо. И в небе, будто облака из ваты, Так не хватает, видимо, экстрима. И даже если на противоходе, Не буду ждать дежурного сигнала. Я знаю, ведь еще на что-то годен. Имею же запас потенциала, Хотя лететь совсем не по погоде. Лечу куда-то, в небе нет причала. И не понять, как вырулить в просторы. Эх, знать бы что-то вроде ритуала, Но не узнать о поворот, который куда лететь. Судьба, увы, молчала. Не мельтеши! Зачем нам эти споры? Кому нужны бездумные скандалы? Там, в небесах, нет никому опоры. Не ветерок, а ветер. В небе с тылом ни облака, а тучи, Ни крылаты. Нет продолжения. А начало было. Кто может быть сегодня адресатом? Кто может стать тебе надежным тылом? Куда бредут рассветы и закаты? Сонет шестой. Куда бредут рассветы и закаты? Мой опыт далеко не сладкий, горький. Они бредут туда, где только даты останутся. И что-то на подкорке. Ах, жизнь! Как неожиданно бы страты! Ведь не догнать за скорость только тройка. Наверное, поэтому расплата близка так манее. А может, и не только. Я обернусь в неумолимы годы. Не по плечу мне опыты дедала. И летной не было давно погоды. Но жизнь легко куда-то улетала. Мне оставляя только миг свободы. Не божьим словом жизнь меня встречала. Сонет седьмой. Не божьим словом жизнь меня встречала. В дороге все не так уж прямо, криво. Хотя судьба частенько и прощала, Но как-то незаметно и лениво. Но мне же удивляться не пристало. Ведь время так надежно прозорливо. Кого-то невозможностью пугало, Кого-то поучало терпеливо. Вернуть нельзя, А помнить это дело. Да, мы началом вовсе не богаты. Начало не верну, Все ж улетело. И улетает в неизвестность даты, И черное уже не станет белым. Мы все у Бога не друзья. Солдаты. Сонет восьмой. Мы все у Бога не друзья. Солдаты. Конечно же, лететь не хватит духа, Коль много дел по жизни непочатых, И на старуху есть своя проруха. Мы все, наверное, полуфабрикаты. Кто полуслеп, Кто верит только слухам, Кто понимает только постулаты, А кто при нашей жизни просто ухарь. И в этом нет невосполнимой драмы. Послушай слово Божье. Бог не строгий, Но знай, что Бог не расписные храмы. Путь в небо не был никогда пологим. Не всех растят летающие мамы. Никто не знает быть какой дороги. Сонет девятый. Никто не знает быть какой дороги, И никому начало не подскажет. Кто встретит на очередном пороге, Где, почему дорожка будет глаже, И если жить в незнании и в тревоге, И думать, что все дело только в стаже, Не помнить, как мальчишка босоногий Бежал по полю, Кто потом расскажет. А если даже и любить нет мочи, Стоишь давно и глупо в суперплясе, А нелюбовь не можешь и отсрочить. Лови момент, у Бога есть участие, Спеши успеть свою любовь упрочить. Холодный ветер сдует в одночасье. Сонет десятый. Холодный ветер сдует в одночасье, Как бестолкова жизнь на кромке ночи. Неравномерно делится на части, Мгновения остаются вмежду строчья. Как быть? Наверное, все же в нашей власти. Не жить, как виртуальные тамагочи, Не уступать и прилипали страсти. Ведь отношения не склеить скотчем, Не унывай. Конечно, все непросто И трудно прозвучать в желанном слоге. Не все подвластно в этой жизни гостам. И голос мой в пространном монологе, Где все ж не пролегают точки роста. Что он запишет, мой внештатный блогер? Сонет одиннадцатый. Что он запишет, мой внештатный блогер? А может, он оставит лист мой белым? Что знаешь ты? Что знаю я о Боге? Я знаю только, что душа болела. Как будто я и жизнь моя в залоге. Пусть у него, пока надежды целы, Мне быть не в споре с ним, А в диалоге, пускай и безусловно неумелым. Как много в жизни запятых и точек, Так часто позволяющих украсть ей Мое начало, даже между строчек. Увидеть можно только на контрасте, То в небесах, то среди ям и кочек. Какие будут в этой жизни страсти? Сонет двенадцатый. Какие будут в этой жизни страсти? Неужто жизнь? Гадает втихомолку, Распоряжаясь безграничной властью, Подглядывая постоянно в щелку. А мне опять входить в нелепый кастинг, Где выбирают, как на барахолке, И я к процессу этому причастен И вынужден копаться в кривотолках. Мой предок, мы почти неотделимы, И я, и ты на узеньком отроге, Где весны, так похожие на зимы, В реке судьбы ревущие пороги, Преграды есть, они преодолимы. Начало можно встретить только в Боге. Сонет тринадцатый. Начало можно встретить только в Боге. Ну, а пока что жизнь неумолима. Откуда ждать хоть небольшой подмоги Не солнышко в окно, туманы, дымы? Ты поищи в небесном каталоге слова, Которые в веках хранимы. Тут не нужны выносливые ноги, Тут голова неоспорима, приима. А я, совсем не чувствуя подвоха, Рву жизнь свою безудержно на части, Не разобрав, что хорошо, что плохо, Хоть не даю безропотно пропасть ей. Не выдохом живу, глубоким вдохом. Быть заодно с началом – это счастье. Сонет четырнадцатый и окончательный. Быть заодно с началом – это счастье. Мне не впервой настойчиво и рьяно доказывать, Что я еще не мастер. Твои – они ведь и мои изъяны. Ведь до меня был создан родом кластер. Не мне сидеть и предосенье вянуть, И ждать, когда закончится ненастье. Не мне же петь усталости, а самну. Не так уж много радостей на свете. Судьба меня безжалостно стращала, И бед, тревог не так уж мало. Ветер, она дорог без ям не обещала, А я изъяна в жизни не заметил. Прости меня за все мое начало. А теперь давайте послушаем песню Как раз в струю под названием «Годы». Смолчит испуганная осень, И вмерзнет в зиму без труда. Свои одежды в поле сбросим, Оставив капельки стыда. И я войду с осенней грустью В замерзший сад моих надежд. Назад, конечно, не вернусь я, Устав от окриков не вешт. На тройке весело и спора Промчусь по снежной колее И, потеряв на льду опору, Очнусь весенней и полынье, Сожгу в костре охапку листьев, Согреюсь и за солнцем вслед. С букетом неуемных мыслей Пойду встречать с тобой рассвет. А днем негаданно, нежданно Нальется вишня вся в соку. И лето, как всегда желанно, Изгонит из души тоску. Открою окна, жарко в доме, А за окном дожди висят, И осень в мутном небе тонет, Уже так много лет подряд. Субтитры делал DimaTorzok Ну а мы переходим к вашей мечте собрать вместе всех российских поэтов. И кого вы нам сегодня представите? Вот из моей коллекции, Которая уже набирается так довольно серьезно, Уже более 600 записей на видео. Вот я хочу несколько взять поэтов хороших. Амурская область. И фамилия Амурский, Виталий Амурский, 44-го года рождения. Бабье лето, Бутылка вина из Тосканы, Облака вдалеке, Вроде неких кулис, И искрит Золотистая влага стаканы В сотне метров от моря, Где плавал улис, Где по-прежнему В шуме прибоя ленивом Чаек крик, Да из вечной тоски Бирюза Лишь глазам северянина Чудятся нивы. Что поделаешь, Если такие глаза? Листва. В десятый раз, Или, быть может, в сотый, Октябрь мне наговаривает стих. У каждой осени свой аромат особый, Своя листва. Не путай красок их, Я ничего не путаю, Но право прикусываю кончик языка, Когда небес бездонная сопрано Ее паденью вторит свысока. Она в палитры превращает скверы, Тенями пробегает между строк И, очищая глаз от разной скверны, Природы возвещает торжество. В ней отблеск паутинок Ветром сдутых, Стволов и веток, Обнаженных ржавь. В ней годы сжались До недель и суток. Как можно в книгах Жизнь и чувства сжать? На грани света тихого и жеста, Воятеля неведомой красы, Лети листва. Цветись, Мое блаженство, Не взглядывай Украдкой На часы. Времена Копали, Что-то сеяли, Стремясь быть крепче стали. А стали фарисеями И иродами стали. Размахивали флагами, Мол, Нынче сладко зажили, В то время, Как гулагами Нас хоронили Заживо. И марксы, и плехановы, Читай, учи, Пожалуйста. Но всех сортов Паханами Мы правились безжалостно, Кровавые, Застойные Года, Как деньги Пачками. Дымясь За их застольями, Народу Совесть Пачкали. Ах, Перестройки Выплески, Ах, Казино и храмы, Сменило время Вывески, Да круче стали Хамы товаров Год не вывезти. Плати, Витрин не вышибешь, А ты, Бабуся, Милости, Проси, Авось И выживешь. Архангельск. Кимакова Ирина Леонидовна, Семьдесят четвертого Года рождения. Прекрасная поэтесса. Только вспомню И мурашки По коже, И заноет сладко так Под ключицей. Полдень осени На лето похожий Теплым светом, Будто медом Сочится. Золотистым этим светом Обласкан Мне навстречу Ты идешь по аллее. Желтый лист К тебе Слетает На лацкан. Ты смеешься? Я от радости Млею. Было всякое, Потом не сложилось. Белый свет Давно Обиды Не застят. И живет В моей душе Божья милость Этой осени Короткое Счастье. В романах Красиво Ярко А в жизни С большим Трудом Пером Многолюдно Жарко Не плачу Держусь Потом Твой поезд Вагон Четвертый Как улей Гудит Вокзал Давай И не пуха К черту И жадно Глаза В глаза Стыдливо Губами В губы Душою К другой Душе Которая Здесь И любит А мыслями Там Уже В набитом Людьми Вагоне Из лета В сентябрь Сырой Где В нудных Дождях Утонет Любовь Июльский Зной Так пусто На белом Свете Уехал Под крик Ворон Растрепанный Сонный Ветер Лениво Метет Пером Пятый Лепесток С молоду Сирени Не везло Уродилась Неприметной Чахлой Не цвела Почти И слабо Пахла Как поймешь Страдалицу Без слов Да кому-то Надо Понимать Дел Других На Божий День Хватает Почему Сирень Не расцветает Не смущала Ни отца Ни мать Я с других Кустов Цветы Рвала Пятый Лепесток Искала Риана Молодость Похучим Дурнопьяным Голову Вскружила И прошла Нападала Черная Тоска Приходилось В жизни Ой Как туго И не лепесток А пятый Угол Чаще Доводилось Мне искать Выпутаться Сложно Истинет А весною Вдруг Случилось Чудо И пришло Я не ждала Откуда Старая Сирень Вовсю Цветет Нужен был Лишь маленький Толчок Так И для Надежды Надо Мало Пятый Лепесток Я Отыскала Вот И жизнь Наладится Еще Мартовская А ждать Остается Всего Ничего До Глянцевых Листиков Клейких Полета На вольный Простор Луговой Пчелы Из Медовой Келейки Все Будет В свой Срок В свой Черед А пока Дыши Влажным Воздухом Вешнем Ах Как Шоколадной Кусты Ивника Скворцов Ожидают Скворечни В своем Ожидании Щемящей Тихии Сугроб Ручейками Подточен С Рассвета Сиреневой Дымкой Ольхи Легко Горизонт Оторочен Под Мартовским Солнцем Оплавился Лед Порог Над Открытым Колодцем Хоть Век Проживи А Весна Настает Мечтается Верится Ждется А теперь В Вологду Поехали Поехали Мишенев Василий Михайлович 58-го года Рождения Недавно Ему был День рождения Все листья С деревьев Опали И стало Видней Из окна Родные Осенние Дали При свете Короткого Дня Живу С постоянной Тревогой В измотанной Бытом Душе И пыль Над Моей Дорогой И мусор В моем Шалаше Ах Время Ты Так Быстротечно Боюсь Ничего Не успеть Так Хочется Словом Сердечным Кого-нибудь В жизни Согреть Смолчаливых Смолчаливых Кричишь Ну У нас Все Время Выходит Эфира Но я Очень Хочу Чтобы мы Еще Вашу Песню Послушали Ну Давайте Послушаем Мы много Не успели Многовато Многовато Ну Придется Еще раз Прийти Что мы Будем Слушать Давай Уедем Слушаем Давай Уедем Давай Уедем В стареньком Вагоне Под номером 13 Сентября Вагоне Тон Нас Осень Не догонит И Не заставит На год Постареть Вагон Промчит Нас По зиме Моментом Ветрам С тужем И Снегом Назло И За окном Растает Комплиментом В тринадцатом Просто Повезло Гриб Позный Март Застынет Обалдел Апрель Нас Теперь Не Обмануть Из Мая В лето Ведем Между Делом Как Будто Просто Был Свободен Путь Как Будто Год Прошел А Мы Не Знали В тринадцатом Отсчет Не По Годам У Нем Нет Конца Как Нет Конца В Начале А Я Начало Просто Не Отдам Давай Едем Старенька Вагоня Под Номером Тринадцать Сентября Вагоня Тон Нас Осень Просто Не Догонит И Не Заставит На Год По Старить И Не Заставит На Год По Старить Сегодня у нас в студии был поэт Николай Почтовалов Для вас работали звукорежиссер Роман Агапов и я Татьяна Шедловская В режиме реального времени вы можете слушать Радио России Карелия не только у карельского провайдера Сампару, но и на официальном сайте ГТРК Карелия ТВ Дефискарелия.ру Там же все наши тематические программы, передачи в записи есть в нашей группе ВКонтакте Радио России Карелия. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok